Большое спасибо за это настроение, потому что в эти активности, ваши улыбки, люди, которые увлеченно рассказывают о своих делах и по работе, и по увлечению вне рабочего времени, все это создает очень интересное и приподнятое настроение, тем более, что мы находимся на обновленной площади центральной, а впереди очень большой и важный день, День России. И хочется сказать, что в нашей стране великое прошлое, большое духовное наследие, и каждому поколению наших граждан во все времена выпадает свое испытание, своя большая задача, и все это часть большого пути, который Россия проходит с высоко поднятой головой, потому что быть лидером, быть защитником свобод, быть защитой для своих граждан и многих-многих людей в мире, это очень непростая задача. И мне хочется сказать, что во всем этом у каждого из нас есть свой очень важный вклад. У кого-то он с оружием в руках, у кого-то он на информационных фронтах, но вот когда смотришь на стенды, замечательные стенды, которые рассказывают историю преображенского, там на каждом практически упоминается славен человек трудом. И вот каждый из нас на своем месте, честно, добросовестно, выполняя свои обязанности, вносит ту маленькую частичку, а порой и очень немаленькую, на самом деле, близкую подвигу, или выдающемуся поступку, из которого складывается все то, что мы называем нашей Родиной и о чем с гордостью говорим, вспоминаем в День России. Дорогие друзья, с праздником вас! Вот пример площади здесь, это пример того, что потрудились, но это на самом деле не финал, и это не празднование открытия площади, это начало, потому что очень-очень много сил, очень много труда еще нужно вложить, чтобы действительно это было место, глядя на которое, человек понимал, как же здесь здорово, как же здесь хорошо, и неважно, большой это город или небольшой поселок, везде, в любой точке нашей страны, люди должны жить благополучно и комфортно. Еще раз праздник!